Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите какие тачки тут Огонь Офигеть Класс Доброе утро Пятый час Я же говорил что надо утром идти Душ свободный Так Не понял А вот так Ну и Это типа вентиляция Ну выглядит Не буду говорить что он напоминает Вода хоть течет Засуну халяву Не нормально Будем полоскаться Потом чай И путь Ну не буду говорить что она мне напоминает Видите у нас еще темно И даже еще светать не начинало Табан уже гудит Народ уже потихонечку начинает разъезжаться В Европе На рано начинает работать Все хорошо С лёгким паром Единственное что для такой стоянки большой Только одна душевая Я представляю как тут вечером была колейка Те кто не парковались Все шли с вещами Ну с пакетами кто с сумками купаться Сейчас пришел никого Отлично Заряд бодрости получен Осталось только Чайку попить Позавтракать И можно будет двигать Вот мы где-то там Но вот света нет на стоянке С той стороны вон парковка для грузовиков Не знаю видно вам не видно Она освещена А здесь только вон на выезде один фонарик И все А так стоянка темная конечно Вот видите без пятнадцати шесть Еще темно Только-только начинается летать Вот блин бобавик не планов Готовьтесь через 310 метров Въехать на дорогу с угловым движением А затем съедите Используем третий съезд Не такой уж он и грязный Только-только Сейчас будем солнышко встречать Восход начинается Так Катридж шесть налево Ага Французов тут тоже интересно Круголя рисуешь Зато несколько раз можно заехать на На стоянку там В одном месте проехал Мест нету Даже вот здесь проехал мест нету Можно на ту сторону поехать переехать У французов это очень хорошо Продумано сделано Так Катридж шесть Катридж шесть Повыз налево Ясно Направо это на ли он у немца уже проехал мимо все мест нету и ты уже например соседнем ряду есть а ты туда уже попасть практически не можешь есть только тебя никто не подверг там задом там туда сюда только-только вон ведь солнышко сейчас появится обожаю рассвет начала нового дня что нам день грядущий готовит к вечеру узнаем задача сегодня у нас знака серьезная довольно таки сейчас 193 до загрузки надо нам сегодня загрузиться и по максимуму проехать завтра суббота завтра 7 автобан туда наверх будет закрыт днем вечером будет открыт короче нужно нам до воскресного запрета по максимуму подобраться чем больше проехать у нас паром 2 30 вроде бы с воскресенья на понедельник к 12 к часу ночи сам в часу пол второго ночи надо с воскресенья на понедельник уже приехать в порт в траве минуты в этот чтобы успеть зарегистрироваться и погрузиться иначе больше суток надо ждать а это не есть хорошо но все будет зависеть во первых от загрузки сегодняшнего второе во вторых еще как нам германия сегодня пятница 21 августа германия ремонт и понимаете что там будет ну ладно это мы посмотрим посмотрим как загрузимся как там что может быть даже станем будем день стоять и ночью поедем потому что ночью более реально проехать не знаю это все потом сейчас задача вот 190 доехать до загрузки восемь восемь нет пусть в полдзевятому к девяти девяти надо прибыть план такой как получится сейчас посмотрим последняя платка здесь и двадцать стационарный ценник стационарный ценник эх и улите надо забрать так резво выскочил так резво выскочил что тут же улетел на землю как бы по идее это с другой стороны мне особо ты не надо чек-то за дкв но все равно счет то придет потом как для отчетности педантичности что ли пускай лучше будет но а сейчас все равно пойдем как и сюда ехали по французскому берегу рейна до страсбурга а там уже через страсбург зайдем в германию через кель-кель-кель-кель-кель короче неважно вот стразбург 130 156 до места сэкономим немножко разница по какому автобану ехать поэтому или поэтому если нужно здесь бесплатно там план шикарный рассвет согласитесь там уже солнышко почти на самую вершину за немецкими горами забралась кальмар все не надо мы и пойдем на страсбург чуть попозже и вот-вот пробьется уже чуть-чуть осталось наверху чем не лепота новый день начинается а отлично тем более но уинкент у кого-то впереди вернее уинкент у всех каждый проведет его по-разному каждый проведет его по-своему а что у нас сегодня с погодой ну-ка идти-ка на температуру глянем вот здесь где сейчас находимся все на 5 за 30 уже завтрашнего дня степенное похолодание там 28 25 жарко жарко очень вчера 36 местами но тут вот легче жара переносится моря нету климат не такой влажный нету этой такой сумасшедшей влажности легче все равно до базы для от 40 километров до швейцарского вообще пересечения три стороны рядышком доводилось заходите с французской стороны в базаре на швейцарию один раз правда но заходил ну давай шарик уже показывайся как хочется дождаться вам показать самому посмотреть вон он все вот-вот буквально на выходе ну первый лучик потому что сейчас уйдем левее на север вернее и все и отвернемся сейчас мы четко на восток идем сейчас пойдем севернее и не увидим на севернее будем уходить вот 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 прямо сейчас на севернее будем уходить вот 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 прямо сейчас эх наверное не судьба сегодня увидит закат наверняка имею ввиду ну вы поняли короче сейчас глянем из-за этого поворота когда выйдем ну ну как то ж надо развлекаться правда вот в дороге что здесь все время кино про дорогу это смотришь 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 вот надо как то развлекать себя то шавер мы считаем то он первый лучик солнца выжидаем то еще что нибудь здесь холл за центр сейчас уже будут разбегаться аутубаны один налево и направо аутроут во франции евро аэропорт тут я так понимаю аэропорт он все соединяет хочешь пазли там больше еще милюкова забрать тебе надо в один прилетаешь а потом разъезжаешься направо налево лучше во фрайбург лучше во фрайбург лучше во фрайбург т.к. что здесь через три нет это они нас потащат через германию но через германию не поедем пока пробежимся километров восемьдесят девяносто еще по французскому по французскому французской земле по французскому берегу рейна но если до перекрестка не увидим первый лучик значит он зайдет из нас так немножко не помыл не солидно загрузки помоем если не забыл всего сейчас будем разъезжаться и это все вот на не как забраться не получается на самую горы большие не было бы гор уже бы мы видели солнца так видите за горы еще он не видит нет поедем правее страсбург-кальмар и можете ругаться после этого на меня всю дорогу вы и так начнете не туда-непуда нет правее нет правее А я сказал, горбатый. Через 300 метров держитесь или 36. Давайте. Начинайте перепролаживать уже. Держите или. Перепролажите. А, ну. Сейчас разворачивать, наверное, будут. Нет, 65. Нет. Самое интересное, по километражу то же самое. Ну, может быть, каких-нибудь километров 10. Может, дальше. Французским берегом. Так, солнышко, ладно. Давай там, покарабкайся из-за гор без нас. Мы пошли на север. Настала пора на немецкую землю перебраться. Мои девушки меня дружненько, дружным хором в унисон кричат, чтобы я сейчас ехал направо. Афенбург, Офенбург, нам туда. Мы не поедем прямо через Страсбург, как сюда, через сам город. Здесь выскочим чуть-чуть южнее. Здесь вообще никаких городов не цепляем, ничего. Так, назвал немецкий заполнен. Где-то 50. Это что, граница уже сразу, да? Ну, Маша зависла. Все, не хочет во Францию. В Германию ехать во Францию зависла. Не, отвисла. Где наш рейн? Готовьтесь через один крон, дружаться правее. Нет, еще мы как бы не доехали до границы, но мы уже ушли в ее сторону. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Утро. Травее так, травее. А, ну да, точно. Офенбург направо. Через 300 метров держитесь поле. Держитесь поле. Там через сам город, через сам Страсбург приехать, потом через этот... Через 30 метров держаться правее. Там и так, чтобы на тот автахов заехать, когда ехали той дорогой. Так, если без остановок, то сюда и должно быть быстрее. Через 100 метров держитесь правее. 38 километров до места мне осталось. Где-то вот-вот граница. Вот она тут рядом. Солнце съесть, ни фига не вижу. Но рейн уже вижу. Хотя плохо, но вижу. Рейн, 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 рейн. Все здесь едут. Основная масса. Поедем мы и проедем. Поедем 5,1 километра. Готовьтесь через 1-2 минуты. Движитесь прямо. Через 800 метров пограничный переход. Граница, соответственно, проходит по рейну. Через 300 метров продолжается движение. Готовьтесь. Граница, рейн, 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 рейн. С этой стороны. Продолжается движение. Видите, с этой стороны ловят. Не с той стороны, с этой. Ближе к Франции. С этой тут ловить сложно. Проблем много. Дольфланд. Дольфланд. Здрасте. Вот мы в Германии. Бундес-Републик Дольфланд. ЛКВ для грузовиков платно. Но это не имеет внук дороги. Это тоже такой козий переход, я смотрю. Вообще даже и в площадке как таковой нету. И от тех же контролеров. Просто что не цепляешь эти вот, как Страсбург. Крупный город. По нему не надо сумыться. Сейчас добираемся до пятерки автобана. Чуть-чуть еще на север проедем. И как бы мы практически будем на месте. Сейчас 8 утра, 30 километров. Если мы сейчас нигде ни во что не упрёмся, тут ползавятого мы будем на месте. Пожарники понеслись куда-то. Прямо вот перед этими горами мы будем грузиться. Там дальше горки тут серьезные. Я как-то доводилось мне тут ехать. Ползу там. Объемы спуски здесь такие не детские. Но нам это не грозит. Мы почти приехали. 3 километра нам осталось. Где-то наша бумажная фабрика будет. Наши туннельчик какой-то тут. Заскочим. 500 метровые. Нормально. А я сколько еду? Превышаем что ли? Давай не будем превышать. Хотя у одной 80, у второй 60. Кто врет? Наши винах 80. Через 1 километр едьте на дорогу с такими движениями, а затем съедьте. Используйте лидер с уездом. Да, прямо-прямо вот перед горами. Готовьтесь через 800 метров повернуть налево на дороге с круговым движением. А дальше по прямой это уже вошла в горы. Видите, какая красота. Оберкирхост. Едьте на дорогу с такими движениями, а затем съедьте. Используйте полосы. Через 100 метров поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Используйте третий съезд. Вон она, я уже отсюда ее вижу. Нашу фабрику бумажную. Готовьтесь к переменному повороту через 700 метров. Затем вылудить в конечный пункт через 280 метров. Добро. Люди отдыхают. Паркинг для легковых. Так, так, так. Сейчас смотрим внимательно. Шнам. Через 300 метров поверните налево. Ход стресс. Затем вылудите в конечный пункт через 280 метров. Кто знает, куда тут ехать. Наверное, не сюда. На следующем повороте поверните налево. Я налево вот сюда ведут. На следующем повороте поверните налево. Ну да, тут фабрику прямо тут в живую. Готовьтесь. Ребыть. Гонечный пункт через 230 метров. Ну а где тут въезд? А, вон. Кёхлер. Вижу. Паппергрупп. Грузовикам. Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. Сюда нельзя. Кирпич. Вы достигли конечного пункта. Хорошо достиг вот въезд. Выезжаем. Заезжаем. И, наверное, вот туда, в ту будочку. Чего, идем оформляться, да? Ну, пошли. Пошли. Драйв-то паркинг-1. Один сигнал GPS. Такой пейджер мне дали. Сейчас едем на паркинг-1. Там мы ждем. Должно позвонить. Потом мы едем на паркинг-2. Все рядом. Видите, такую штуку. Частенько так. На крупных предприятиях такие вот фишки дают. Вот паркинг-1. Вот он слева. Вот. 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 Есть, только достать. Есть. Сейчас сюда остановимся. И ждем. Вызовут. Переезжаем на паркинг-2. И оттуда уже на погрузку. Немножко пришлось подождать этот погрузочный номер. Заявка есть, а погрузочного нет. Я погрузочный ввел. Все. Пойдем. Ботинки достанем. Одежду рабочую. Все надо. В панцах нельзя. Ждем пока. Какая штука здесь стоит. Так. Пошли за шмотками. И ждем. Так, мне отдали все документы. Все. ЦМР, инвойсы, таможенные. Все, все, все. И сказали ехать на их другой склад. Здесь. Туда, в сторону автобана, как выезжать. 11 километров отсюда. От Пенвайр. Мы его проезжали. И там нас загрузят. Загрузят 16 палет. 21 тонна. А так все на руках. Я думаю, сейчас там эти 16 палет. Если в течение часа полтора закидает. Вообще все. Просто огонь. Все. Вот, да, сковорода поднимает. Езжайте спокойно, Алексей Николаевич. Сказали езжать. Так поехали. Единственное, что там нету таможнюю назначение в России. Но это мы потом допечатаем. Они пришлют. Я как-то в этом опенвейере, куда мы сейчас едем. Опенвайр, опенвейер. Через 800 метров держаться правее. Был. Тут вот таможня. Мы тут тоже документы оформляли. Грузились. Где-то туда, ближе к Базелю. А у опенвейера этот есть за документами. Так, а мне сейчас куда? Направо увозят, да? Правда, меня сейчас почему-то ведет направо. Не знаю. 1,4 километра. Поехали. Через 100 метров держитесь правее. Через 160 метров плавно поверните направо. Плавно поверните направо. Поворачиваем. Плавно. Направо. О, нет. Нет. На крыльце налево. А, ну с этой стороны в твоем зоне заезжали. Уже тут и магазин есть. Я так понимаю. Должен быть какой-то. Надо. Вон и деку вижу. Хлеб кончился. Сегодня последний доел. О, отлично. И дека есть. 100 метров поверните налево на дороге с колбовым движением. Съедьте. Используя третий съезд. Сбегаем. Потом хлебушка возьмем себе на дорогу. Тем более тут 400 метров до загрузки. Готовьтесь прибыть на лаконечный пункт через 400 метров. Так, тетенькие руки. А тут как-то вот этот. Не вовремя вот здесь вот вы выехали. 26C. Куда мне здесь? Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. Мы достигли конечного пункта. И куда? Сюда наел. Да. Это верно. Так, а мне кто надо? А, да. Вот верно мне вот сюда. Вернер логистик. Вот здесь меня вот должны будут загрузить. Пойдем, узнаем. Вот такие рулоны нам грузят. Выдали вот такие пластмассовые уголки. У нас есть уголки, но они типа мягкие, говорит. Выдали нам свои. Ящик поставил. У меня других нет. Хотя, по-моему, где-то у меня в палетнике такие валяются. Есть у меня такие. Ну, ничего лишнее не пригодят. Лишнее не помешают. Короче, грузимся. И тут я вспомнил, что у нас тоже такие есть. Правда, они слегка грязноватенькие в палетнике лежать. Нафиг они нужны. Думаю, еще больше только захламлять. И так этого хлама. Поэтому 16 палет, я так понял, еще будет 5 по одному. А потом пойдут по два. Судя по тому, как он раскидал мне тут резинок. Те, что по два, посмотрим. Может, даже вязать не буду. А может, и буду. Будет видно. Вот уже поменьше. Весы не указаны. Ну, вот так получается. 5 по одному. Потом 2. Потом опять 1. Потом 3 по 2. И 2 по одному. 21 тонн. Нормально. Вот. Осталось вот привязать эти что по 2. И этот я забыл затянуть. Сейчас его тоже затяну. Вот. 9 тонн на вторую ось давит. Короче, все хорошо. Сейчас вот выехал уже с территории. Привяжем. Зачехлимся. Сбегаем в магазин. Время сейчас у нас. 12 тонн на вторую ось давит. Если мы в час выйдем, вообще огонь. Все. Заканчиваем вязальные дела. Умываемся. Идем в магазин. И будем выдвигаться. И будем выдвигаться. Реак.